Дача По данным Авито-недвижимость, в первом квартале года объявление о продаже дач стало почти на 22% больше, чем по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом спрос на такие объявления вырос менее чем на процент. Портал МирКвартир зафиксировал рост числа объявлений о продаже дач почти на 9%, снижение спроса чуть более чем на 6%. У сервиса Яндекс.Недвижимость прибавка в предложении на загородные дома 5%. Если предложение превышает спрос, то по логике цены на дачи должны снизиться. По логике-то да, но тут все не так. Где-то они снизились, вот на портале МирКвартир, к примеру, в среднем почти на 6%, а у Авито-недвижимость средняя цена на дачу с начала года, наоборот, выросла на 8%. Кстати, быстрее всего дорожают дачи в Крыму, за год один квадратный метр прибавило в цене 74%. Ну и теперь давайте разбираться, почему россияне все же стали избавляться от дач. Эксперты считают, что причина в дачной реформе. С января вступил в силу новый закон о садоводстве и огородничестве. Он касается в том числе вопросов строительства домов на участках и их регистрации. Аналитики полагают, что владельцам проще продать собственность, чем регистрировать ее по новым правилам. А впоследствии это избавит их от необходимости платить увеличенный налог на недвижимость. Мы опросили владельцев дач, чтобы узнать, какие мотивы продажи у них. И вот одна из таких причин. Я решил продать свой дачный участок, который находится в Нарфаминском районе. По причине того, что добираться туда не всегда совсем, к сожалению, удобно. По данному направлению часто бывают пробки. И, следя из этого, мы продать в ближайшее время. И приобрести где-то ближе к Москве по тем дорогам, которые не так загружены. Сейчас сделка уже скоро состоится. Прокупатели почти что найдены. В наши дни с этим проблем нет. Ну, конечно, про пробки и дальние расстояния забывать не стоит. Это тоже, как выходит, немаловажный аспект. Опять же, траты денежные, временные. Итак, что делать, если купить дачу дорого, содержать затратно? Есть еще третий вариант – аренда. И вот он как раз сейчас весьма популярен. В Абита недвижимость сообщили, что спрос на услугу в первом квартале года вырос более чем на 44%. Опять же, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Предложение увеличилось на 12%. А вот средняя цена посуточной аренды загородного дома как раз снизилась на 17%. Сегодня дороже всего снять дачу в Волгоградской области, дешевле всего в Омской. Ну, а в Подмосковье средняя цена за сутки – 5700 рублей. Итак, почему дачи стали чаще продавать? Сколько вообще затратно сегодня владеть загородным домом? Давайте это обсудим на прямой связи со студией. Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Никита, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот мы только что обсудили тенденцию. По-вашему, почему начали чаще продавать загородные дома, дачи в начале этого года? Ну, мы считаем, что четыре причины тому есть. Первая причина, как все понимают, общая экономическая ситуация. У людей стало просто меньше денег. Вторая причина – многие расценивали загородную недвижимость как вложение, как выгодное вложение. Все 90-е и 2000-е годы загородная недвижимость росла и приносила существенный доход. А с 2014 года, начиная в рублевом эквиваленте, то дорожает, то падает, а долларом уж точно упало. Поэтому это просто теперь невыгодно держать деньги в загородной недвижимости и выгоднее их оттуда забрать. Третья причина – это, как вы правильно сказали, абсолютно – это падение, существенное падение арендных ставок. И выгоднее просто арендовать дачу, чем быть привязанным к конкретной недвижимости. Ну и четвертое, лишь четвертое – это рост коммуналки и возможный рост налоговых платежей. Хотя мы считаем, что ближайшие 2-3 года существенного роста налогов на землю и на строение не предвидится. Ну как раз-таки аналитики связывают данный тренд, конкретно появление большего количества предложений на рынке. С дачной амнистией, конкретно с новыми налоговыми правилами, вы с этим мнением согласны? Я с этим мнением не совсем согласен. Мы считаем, что как раз это самая последняя причина, потому что, по большому счету, дачная амнистия была в интересах собственников, чтобы они могли распоряжаться свободно своими земельными участками и строениями. А налог на строение и налог на землю, он несущественно вырос. Более того, он даже понизился у тех, у кого дача находится дальше, чем 30 километров от Москвы. Он вырос в ближайшем под Москву, от МКАДа, в районе 15 километров, он вырос. Но тоже несущественно. Поэтому это не такая существенная причина. Вообще мы видим серьезные изменения тренда. Как правильно сказал в предыдущем сюжете коллега, кто комментировал, люди стали существенно серьезнее относиться к местоположению. Собственно говоря, правило, американское правило 3L, location, location, еще раз location, никто не отменял. Мы видим, что на рублевке идет существенный спрос на хорошую недвижимость, и хорошая недвижимость вообще не выставлена. А вот как раз та недвижимость, которая была построена в 90-е годы, вот такие, знаете, дома, которые строили по собственному проекту, они никому не нужны, и все больше и больше на рынке, и цены на них существенно падают. Поэтому происходит системное изменение в целом на рынке недвижимости, не только в Подмосковье, но и всей страны. Еще немного о налоге хотел с вами поговорить. Налог на зарегистрированные по амнистии дачи в столичном регионе составляет не менее 0,1% от кадастровой стоимости. И действует он с начала года. Как вообще собственники отреагировали на эту новеллу? Вы знаете, что касается налога, еще раз хочу подчеркнуть, ничего не изменилось. Налог формируется, исходя из двух составляющих. Из кадастровой стоимости и из ставки, которую устанавливает местный совет депутатов. Вот кадастровая стоимость, хочу подчеркнуть, новая кадастровая стоимость, которая в Подмосковье действует с конца 2018 года, она в целом глобально понизилась. То есть налог на дачи, которые находятся на расстоянии от 30 километров от Москвы и дальше, он будет ниже. А вот те дачи, которые находятся ближе к Москве, ближе к Амкаду, он немного повысится. Но несущественно. Это не повышение в разы. Это не то, что происходит с квартирами в городе. Это не такая, скажем так, сложная ситуация для нас, для налогоплательщиков, для собственников загородной недвижимости. Наоборот, то, что стали регистрировать свои дома, нам кажется, что это лучше для делового оборота. Какие-то еще другие новые статьи расходов появились у подмосковных дачников? Мы полагаем, что вот такой скрытый, конечно, налог, о котором почему-то не говорят эксперты, но это рост коммуналки. Появились дополнительные платы, дополнительные траты на мусор. Появились достаточно сложно, у кого нет газа, подведение газа стоит приличных денег. И в целом все потихонечку растет. Поэтому коммуналка, конечно, уже становится ощутимой. А вот налог пока нет, хотя кто знает, у нас еще впереди три года. Как-то оценить вот эти затраты сейчас можно? Насколько это все выросло? Сколько сегодня приходится раскошеливаться собственникам загородных домов в столичном регионе, понятно? Это зависит, конечно, от местоположения вашего объекта недвижимости. Но, скажем так, средняя дача, которая находится в садовом товариществе, затраты на нее составляют членский взнос в садовом товариществе 11 тысяч рублей в год. Вот это средняя по Московской области величина. Плюс из расчета 5-10 тысяч рублей это налоги и на строение, и на земельный участок. Но это только у тех, кто не является пенсионером и льготником. Потому что и пенсионеры, и льготники полностью освобождены от уплаты налоги на дом, на гараж, на хозпостройку. И плюс минус 6 соток с прошлого года пенсионеры не платят. Это пенсионеры выиграли существенно от тех льготных вычетов, которые были произведены, сейчас действуют в нашей стране. А средний гражданин платит минимум 30 тысяч рублей. Еще раз, это членский взнос, это налоги и это коммуналка. Это минимальная ставка, которую в год платит наш дачник. Но, конечно, 30 тысяч это редко. Чем ближе к Амкаду, тем траты дачников пропорционально увеличиваются. Понятно. Ну и тогда объяснимо, да, почему многие выбирают действительно снять дачу на лето там или на выходные, а не владеть ее постоянно. Мы сегодня, у нас чуть менее минуты, хотел один момент, который мы обсуждали с коллегами этим утром. Вот раньше наличие собственной дачи рассматривал еще как и ведение собственного хозяйства или там огорода, урожай свой собственный выращивали. Я сам в свое время картошку выкапывал. Сегодня это актуально вообще? Так дачники живут по-прежнему? Мы видели несколько трендов. Как вы правильно сказали, в 80-е и 90-е все выращивали урожай, который реально потребляли. Потом конец 90-х и 2000-е все выращивали газон и дача превратилась в чистую дачу. И сейчас, не сейчас даже, а начало 11-12 год, все-таки начали делать маленькие грядки, но не потому, что есть нечего, а потому, что хочется экологически чистых продуктов. Так что пока вот этот тренд продолжается, но главный вывод, который сегодня происходит вообще на, ну, скажем так, на подмосковной недвижимости, это жесткое разграничение по секторам. Да, определяется абсолютно точно высокая-высокая лакшери недвижимость, где есть реальный спрос и где есть реальные покупатели. Но этот сегмент очень небольшой. И потом такой большой провал, потому что на рынке реально все стоит. Да, и при этом в Московской области средние цены увеличились на четверть, как мы тоже сегодня выяснили. Большое спасибо. Никита Чаплин был с нами на прямой связи. Председатель Союза дачников Подмосковья, вместе мы обсудили рост цен на, нет, не так, рост предложения, правильно, на дачи с начала этого года.